Всем привет! Сегодня я расскажу вам про арабис, популярные виды и сорта арабиса. Поехали! Род объединяет больше ста видов, произрастающих от арктической до тропической зоны Европы и Южной Америки. Многолетние или однолетние растения со стелющимися, а также укореняющимися стеблями. Листва арабиса цельная, густо опушенная. У арабиса цветки розовые, белые, желтоватые или лиловые 1 см 5 мм диаметром, махровые или простые, в маленьких кистевидных соцветиях. Виды и сорта арабиса. Самые распространенные в культуре виды, арабис альпийский. Встречается на Дальнем Востоке, в Полярном Урале, в Северной Скандинавии, в Северной Америке, в Западной Европе. Арабис альпийский. Многолетник 30 см высотой. У арабиса альпийского генеративные побеги восходящие, а вегетативные, ветвистые, прижаты к почве. Образуют подушковидные куртины, которые на зимний период не отмирают. Арабис альпийский. Прикорневая листва арабиса альпийского овальная, а стеблевая, сердцевидно-стреловидная, серая. Цветки розовые, белые, пахучие. Цветение приходится на конец апреля и длится около 25 дней. Имеет махровую разновидность, почти ничем не отличающуюся от исходной формы, однако соцветия намного крупнее. Цветки 2 см диаметром. Цветет эта разновидность в мае. Арабис кавказский. Некоторые ботаники арабис кавказский рассматривают, как разновидность альпийского. Произрастает в Крыму и в Малой Азии. Многолетник, достигающий 30 см высотой во время своего цветения. Полегающие побеги с легкостью укореняются. Листья продолговатые, серо-зеленые, небольшие, крупнозубчатые по краю. В теплые зимы листва вегетативных побегов арабиса кавказского зимуют. Арабис проломниковый. Родиной являются горы Турции. Подушковидное многолетнее растение до 10 см высотой. Листва овальная с острым концом. Цветки белые появляются летом. Произрастают в открытом месте в расщелинных камней. Почву предпочитает бедную, сухую. Арабис проломниковый. На зиму нуждаются в сухом укрытии. Семена сеют весной. Растения делят осенью, а черенками размножают летом. Арабис весничето-листный. Родиной считаются горы Калифорния. Многолетник 8 см высотой. Листья этого арабиса серо-зеленые, а цветки розовые. В культуре распространены сорта. Фрахлингзобор, с небольшими листиками и розовыми цветками. Роудсенсейшн, с розовыми цветками, более удлиненной листвой. Арабис Фердинанда Кабурского. Растет в Болгарии. Многолетнее полувечно-зеленое растение 5 см высотой и кустиком 30 см диаметром. Ценится за пышное цветение, цветки белые. Ко всему имеет зеленую с белым окаймлением листву. Встречаются формы и с розоватым окаймлением. Любит бедную, дренированную, но не чересчур сухую почву. Предпочитает легкую полутень. Место расположения арабиса в саду. Требует солнечных, открытых мест. Также растет и в небольшой тени. Однако на солнце арабис получается более компактным, быстро разрастается, и богаче цветет. Почва для арабиса. Отдает предпочтение песчаной, рыхлой, правильно обработанной почве. Уход за арабисом. В России в средней полосе требует небольшого укрытия. Ухаживать следует так же, как и за всеми многолетними цветами. Большое внимание надо обращать на прополку сорняков. Эта культура быстро разрастается и заглушает рядом растущие растения, поэтому надо укорачивать побеги, а это улучшит цветение на следующий год. Размножение арабиса. Семенами махровые формы, черенками, а также делением куста. Семена сеют весной или в зиму, сеянцы зацветут на второй год. Посадку совершают весной или осенью, оставляя расстояние между экземплярами 30 см. Черенкуют арабис в начале июня. Укоренение наступает через несколько недель. В открытый грунт черенки сажают в сентябре. Использование арабиса в ландшафтном дизайне. В бордюрах, миксбордерах, в альпинариях. Партнеры арабиса. Очень красив рядом с тюльпанами. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые ролики.